Здравствуйте! С вами программа «Премьеры». В этом выпуске мы расскажем о спектакле, сюжет которого с восторгом перескажет каждый ребенок, но чьи герои ждут свежего, взрослого взгляда и трактовки. Театр «Артишок» представил камерную оперу «Яртастык», объединив для работы актеров и музыкантов мифы и ритм, и пригласив профессионалов из разных стран. Постановка, рассказывающая о трех мирах, существует сразу в двух форматах, один из которых стал ответом на пандемию коронавируса. Так, у премьерного спектакля театра «Артишок» появилась онлайн-версия, набравшая уже более 10 тысяч просмотров. Приглашаем вместе разобраться, из чего состоят 120 минут по нотам расписанного действия, услышать, насколько гармонично сочетаются обы с Альт и Перкашем установка из казанов, и узнать, почему создатели спектакля считают путь героя казахской сказки одним из центральных космогонических сюжетов. Идея спектакля «Яртастык» родилась из разговоров после одного из спектаклей «Артишока». Необычный формат постановки, камерная опера для драматического театра – это результат исследования темы, дискуссий постановочной команды. Команда давно и крепко сработанная. Режиссер Галина Пьянова и художник Антон Балкунов составляют семейный и творческий тандем. Они же пригласили известного российского композитора Александра Монацкого поработать над партитурой оперы. Когда мы в 16-м году делали сайт-специфик такой спектакль, у нас была «История уродства», играли три раза по «Умберто Эко» сделанный. И на этот спектакль приходил один педагог из Академии искусств, которого я тоже учился. Он преподает мифологию, культурологию Казахстана. И, в общем, мы что-то с ним разговорились. Я у него спросил, какие есть у казахов мифы, легенды относительно призраков, относительно духов, ведьм. Ну, такие вот. Потому что я очень люблю хоррор. И я понимаю, что всякий хоррор, по сути, вырос из сказок. И он сказал, что надо читать «Иртостик». Это как бы такой корневой миф, в котором есть все. Вообще вся космогония казахского мира. Он сказал, что это такая казахская одиссея. Я думаю, точно, я же в детстве читал «Иртостик». Я пошел в библиотеку, в библиотеке прочитал. И мне возникла идея, почему-то так в голове, что уже про хоррор я забыл. Мне возникла идея, что это был бы такой классный вестерн. А Галя предложила пригласить Сашу Манацкого к этому привлечь. Потому что с Сашей у нас уже была одна удачная работа. Мы получили маску за нее в России, золотую маску. В 17-м году это была «Снегурочка», тоже фантастическая опера. Тоже бестекстовое существование, такой бестекстовый спектакль. Очень классный получился, очень хороший. Это уникальный композитор. Когда мы вернулись в Алмату, и какое-то время долго прям я мечтала о том, чтобы Саше еще раз прийти в такую историю. И мы предложили, вот говорили о том, что же, что же может быть. Саша, конечно, написал фантастический материал. Он фантастически погрузился в этнографию материала. Мы общались с культурологами, с этнографами, с профессорами. То есть это не так просто, что мы взяли сказку, и мы пытались понять этимологию. Очень много для меня открывалось, когда мы стали работать над материалами ментального. Саше я отправлял, мы писали аудиосказку здесь, с Ярославом. Я тогда уже понимал, что там сначала проза, 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 а потом уже поэзия идет с самой сказки. Мы специально отправляли Саше, чтобы он понимал, как звучит казахский язык. Александр Диденко, написавший либретто к опере, в ходе репетиций объяснял актерам законы, по которым действует миф. Когда мне предложили присоединиться к этому проекту, я с радостью с огромной согласился, потому что это то самое, что мне самому интереснее всего в театре. Это соединение мифологического и драматического. Потому что в строгом смысле слова, то есть вот мифология, она мифологическая, как сказать, мифологический текст, он по своей сути очень сильно противостоит, то есть он антагонистичен драматическому. Драматургия, выполненная на сцене, это всегда некое действие, некая цепочка действий. Это события, которые происходят, условно говоря, в хронотопе здесь и сейчас. Вот они прямо на сцене. Что как бы мифология, мифологическая, она охватывает, она более всеохматная, и хронотоп там действует немного по-другому. Сама музыка, она очень сложно прописана. Актеры существуют на такой системе звукоизвлечения. У каждого есть своя определенная нота звучания и свой определенный темп звучания. И при этом абсолютно синхронизирующаяся по... Мы можем одну фразу говорить, но я звучу в своем темпе, вы звучите в своем темпе, я звучу в фа, вы звучите в си. И это очень четко надо, то есть это такая, ну, очень красивая в итоге музыка получается, полифония. Как я получил ноту «ля», это вот Саша пришел и сказал, ребята, попойте вот, типа, по нотам вот. Он такой, ага, послушал и ушел. Потом пришел и сказал, кон-то у тебя будет нота «ля», это на партитуре нота «ля» — это «ярнозар», партитура «ярнозара». Ага, получается, я отец «яртостика». Сначала думал, отец «яртостика». В спектакле, где все мизансцены активны, а у каждой роли свой рисунок и процесс развития, движение обусловлено музыкой. Но даже в завораживающем пространстве мифа толчком для сюжета становится противостояние злу. Его в постановке олицетворяет Бекторы, символ зла и джута, и единственный персонаж, у которого нет своей музыкальной партии. Этот персонаж у нас, ее постоянно убивают, а она как бы не умирает. Поскольку это такое вертикальное существо, такое божественное, мы для себя определили, что это такой как бы архетип мирового зла, которое… Ну вот оно существует, и ты ничего с этим не сделаешь. И оно… его невозможно убить, потому что оно всегда выживет. Как бы при апокалипсисе, что бы ни произошло, оно все равно, оно будет жить. И просто какая наша задача? Ну, ну ок. Мы ничего не можем с этим сделать. Наша задача просто это принять и пойти дальше, делать свое дело. Персонажи сказки «Яртастык» не случайно превратились в ковбоев. Вестерн – самый эпичный киножанр, герои которого борются за справедливость, принимают решения и хорошо знают полынный вкус победы. В подземном царстве Бабыбхана герой встречает колоритных батыров, которые вызываются помочь «Яртастыку» в его деле. На фестивальном показе спектакля «Бьюжно-Сахалинске» зрители после показа больше всего желали получить ответ на вопрос «Почему ковбои?» Была жесткая дискуссия со зрителем, и главное, мы не понимаем, почему они ковбои. Ну просто вот такое возмущение. Ну, мы там что-то про восточный театр, про ссылки на семь самураев. Я там что-то говорила о пост-таком модернизме, там, ну, понимаете, вот Тарантино, что-то я им рассказывала, что и мы много работали с японским театром. Почему даже вот такая походка, вот такой пластический рисунок, потому что мы пересекаемся с японцами в своей пластике, ментальной, казахской. «Почему ковбои?» Я говорю, ну, потому что мы ковбои. Они говорят, вот мы не понимаем, вы не ковбои. Я говорю, да ковбои, мы вот по степи едем. Я часто вижу в степях вот парней на лошадях, они почему-то все вот в этих ковбойских шляпах, да, и там, и у них с голым торсом. Почему? Потому что жарко. Потому что жарко, и они в ковбойской шляпе, потому что это круто. Потому что это крутые ребята. Потому что закон степи – каждый сам за себя. И ты хоть как… Ты можешь с этим соглашаться, но можешь с этим не соглашаться. И закон, там, не знаю, мифа о ертостике, он выйдет, и он просто против зла. Что вижу я? Здесь очень важен акцент на трансформации. Трансформации ертостика, условно говоря, из человека в героя. То есть здесь, по ходу самого спектакля, эта трансформация, она очень-очень так подчеркнута, очень ярко выверена. То есть ертостик в начале, он является, по большому счету, носителем человеческих свойств, обычных человеческих свойств. То есть он преодолевает в себе какие-то человеческие слабости, страх, неуверенность, слабость, еще что-то, еще что-то, и становится, собственно говоря, уже непосредственно героем, спасителем. Здесь, на мой взгляд, как-то перелом осуществляется вот таким резким скачком. То есть мы сразу видим, что вот он, точка трансгрессии, так называемая, что вот она произошла, вот она здесь, вот он был таким, и вот он стал таким, и другим уже больше не станет. Минимализм становится одним из спецэффектов сценографии. Монохромность персонажей достигается сложнейшим гримом, а сценическое освещение заставляет поверить, что за этим кругом света огромная степь. У меня была задумка сделать черно-белый спектакль, но это сделать очень сложно, и я сколько-либо не узнавал, но я не нашел такого технического решения. Но в любом случае, даже если бы оно и было, то имело бы смысл это ЧБ соблюдать сразу. Ну и я как бы так и делал, то есть черно-белые костюмы, монохромные, лица тоже выкрашиваются серым цветом, ну как бы в тон кожи, ну как если вот в черно-белый инспектор перевести. То есть отсюда, в общем-то, родилась эстетика. Единственное, что как бы уже по ходу сформировалось, это то, что героиня, то есть в его спектакле Кинжикей, возлюбленная яртостика, которая исполняется Кобызом, да, то есть играется этот персонаж, его играет Кобыз. И исполнительница Токжан, соответственно, ее мы тоже не гримировали, потому что мне показалось, что она должна быть ну такая очень живая. В этом спектакле загримированы вообще все, даже музыканты, которые прекрасные ребята из Загиру, которые, в принципе, не работают с такой фактурой, как грим, они все вот в этой вот... Сначала мы гримировались глиной, потом аквагримом, то есть они все-все-все красят вплоть до рук, потому что это все видно, чтобы не было цвета настоящего тела, а был чуть-чуть такой вот, как будто какая-то сепия, что ли, немножечко. Мы когда репетировали, я видела, что нашим ребятам сложно, потому что они видят Вику меня, красивую, обычную Вику, которая ходит, а я, ну, как бы, архетип зла, меня надо все время убивать, а они просто на меня смотрят и просто не верят. Я думаю, так, надо что-то сделать с этим. В итоге я взяла глину, просто измазалась полностью, у меня была вся голова в этой глине, сделала себе вообще грязное лицо, все-все сделала, и они, когда меня увидели, они такие, ну что, ужас какой! Я говорю, вот, значит, это правильно. Камерная опера написана для академических, народных и новоизобретенных инструментов. Специально для постановки были придуманы необычные музыкальные инструменты, которые также задействованы как часть реквизита спектакля. У меня вот конь наша и тюк, мы называем тюк, ну, это суперболы, вот такие коробочки из дерева сделаем. Там мы стучим, иногда на них скачем, получается, конь. И казан есть. Это вот у меня и у Шалклирут, ну, персонаж Шалклирут, и у Яртосика есть, получается, у троих, а у остальных нету. В конце мы все втроем становимся друзьями, именно эти персонажи. На казане мы играем, ну, стучим тоже по партитуре, там все, все, и там математика уже прямо ни направо, ни налево. Тюк – это вот, например, у Яртосика – это его оружие. А изначально это был просто музыкальный инструмент. Вот. А для нас казан – это надо поесть, вот, все. Саша фанат этих вещей, и я тоже фанат изобретать какие-нибудь инструменты. Так что… Ну, он сразу предложил, у него возникла идея вот этих монохордов, вот этих ящиков. Вот. И… А я ему, по-моему, я сказал, что, может быть, казан, потому что у нас есть огромный казан такой, 200 литров, и он прям ревет. И он так сначала сомневался, говорит, что, ну, как-то вроде, конечно, как бы по картинке-то понятно, что круто, а так вроде, ну, на колокола слишком похоже. Но потом как-то все-таки, все-таки, и мы потом… Он уже придумал, и мы поехали, накупили казанов там разного размера, чтобы они по-разному звучали. И мы их потом здесь адаптировали, поставили на стойки, там, получилась такая установка из казанов. Ну, звучат нехорошо, они такие, прям, певучие, гулкие, очень атмосферные. Премьера спектакля «Ярта Астек», запланированная на март этого года, могла и не состояться из-за стремительного сценария развития пандемии и объявленного накануне показа карантина. Решение провести онлайн-трансляцию стало спасительным для новой работы театра. И я думала так, ну, надо что-то делать, мы столько вкладываем. И вот эта идея с трансляцией, она появилась, ну, буквально накануне вот этого коллапса. И потом, когда уже, как бы, мы получили эту новость, мы так, когда с Гайей сели, ну, как бы, нужно делать трансляцию. Как бы это нужно было в первую очередь для нас, потому что, ну, вот это невероятное усилие, во-первых, собраться, во-вторых, месяц, ну, как бы, интенсивных репетиций и не выйти на зрителя, и не представить результат. Это значит, вообще можно похоронить спектакль. Вот он просто не восстанет после вот этого всего, если не случится какой-то вот взаимо… вот этот вот органический выход. И в итоге, конечно, я, когда сама посмотрела трансляцию… Ну, во время трансляции я была в зале, и мне было очень клево, потому что я впервые близко посмотрела спектакль, потому что обычно там с самых дальних рядов с технического балкона смотришь. И я, конечно, по-новому его еще раз и еще раз увидела. И потом мы пришли домой, я включила трансляцию и еще раз по-другому увидела, потому что мне очень понравилось, как спектакль выглядит именно в трансляции. Как бы не хуже, не лучше, по-другому и достойно. И, ну, как бы это не стыдно показывать. Я бы очень хотела всем порекомендовать увидеть его именно вживую, потому что он такой атмосферный, он такой невероятно какой-то потрясающий, вообще необычный. Я очень мало видела таких спектаклей. Ну, вот у нас в Казахстане точно такого нет. Это очень здорово. Прям, чтобы ты вот… Это такая опера потрясающая, невероятная. Это прям… Это то, что тебя так захватывает. И потом столько планов там. И ты постоянно, ты можешь его прям много раз пересматривать. Мне всегда нравилось на онлайн-трансляции, и вот в зале я когда сидел, как люди обсуждают, а какая сцена, а что сейчас происходит, вот, а что, а где, когда люди вот так путаются. Вот мне, мне это обалденно нравится на самом деле. Потому что даже закладывая, я составил специальный некий зазор такой, может быть, между сценическим действием и текстовым действием. И когда я вот… Вот люди, когда пытаются найти, вот составить это, это может даже не получиться, но сам процесс вот этого поиска, на мой взгляд, он дает, ну, некий что ли дополнительный, очень важный элемент. Наш яртостик, я бы была рада, чтобы это ставилось, чтобы музыкальный театр, театр оперы услышал, заинтересовался. Возможно, это будет уже не «Ковбой», возможно, это будет другое решение. Там нигде не написано «Ковбою». Это уже режиссерские истории. Потому что сама по себе опера очень красивая. Звучание на музыкальных инструментах, новоизобретенных. Работа в ансамбле с камерным оркестром «Агеру» профессиональной. То есть там и «Альт», и «Контрабас», и «Ударный» фантастический, и «Санжар Батиреков», который освоил это просто каким-то… Для меня это все какой-то космос. И при этом еще актерское исполнение. Пластический рисунок, очень сложный, очень динамичный, с трюковым исполнением, с акробатикой. Мы выдумали какую-то походку. Ребята существуют в этой характерности физической, не могут это ни на капли отпустить. Я думаю, что каждый вообще, кто проигрывает этот спектакль, он уже яртостик. Хотя у нас и есть главный герой яртостик, играет Чингис Капин, но, мне кажется, каждый из исполнителей спектакля яртостик, оперы Монатского, он уже яртостик. Он побеждает, но абсолютно то, что невозможно победить. Яртостик вернется домой, следуя чувству и обязательствам, и зная цену каждому своему поступку. Архетипичным героям редко достается настоящее сопереживание, но яртостик Артишока – прекрасное исключение. Неожиданный, нетрадиционный и при этом искренний в каждом своем такте спектакль ошеломит и превзойдет ваши ожидания, напомнив о том, как важно пересказывать сказки и хранить перо птицы Самрук, так, как будто это часть тебя самого. А я на этом прощаюсь с вами. Берегите себя и носите маски. Как и герои нашей онлайн-премьеры, мы должны выйти из этих испытаний здоровыми и обязательно вернуться домой. До новых встреч на телеканале Абай.